Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел очередную встречу с жителями города. Подобные мероприятия уже традиционно входят в рабочий график главы муниципалитета. Вместе с ним в диалоге с гражданами участвовали представители управляющих компаний, заместители главы администрации, сотрудники муниципальных служб. В этот раз встреча проходила в 10-й видновской школе и присутствовали на ней более 300 человек. Формат данного мероприятия подразумевает прямое общение граждан с главой муниципалитета, где любой желающий может задать интересующий вопрос и тут же получить ответ от главы или одного из его заместителей, курирующих ту или иную сферу деятельности в администрации района. Я вижу, что на встречу пришло большое количество людей. Многие из них не проживают и не проживали в данном микрорайоне, но я буду последовательным. Сначала мы обсудим проблематику, связанную с шестым микрорайоном, с микрорайоном Завидное, и потом я никогда никуда не ухожу. Встречи обычно длятся более 3-4 часов. Соответственно, я буду готов обсуждать любые другие темы. В выступительном слове глава муниципалитета предвосхитил значительную часть вопросов, озвучив главные проблемы жителей микрорайона. В частности, это неудовлетворительное состояние отчистных сооружений и сложная дорожная обстановка. Олег Хромов подтвердил планы по строительству автомобильной дороги на трассу Дон в 2018 году и приему санитарных отчистных объектов в муниципальную собственность. Мы будем готовы принять при содействии правительства Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оба отчистных сооружений от частных собственников, безусловно, при их добровольном согласии. И сразу могу сказать о том, что неработающие отчистные сооружения муниципалитет не примет. Общение в режиме вопрос-ответ продолжалось почти 5 часов. Всего жители задали более 150 вопросов. Спектр проблем, который интересовал граждан, был весьма широк. На нашем участке педиатр меняется, я не знаю, очень часто. Вместо того, чтобы прибавлять парковочные места, их сокращают. Детские площадки, переховая 8, 9, 10, 11, между школой и наутилусами ни разу не ремонтированы. Детский сад «Золотой ключик». Сад уже практически 2 года функционирует. В саде есть бассейн. Бассейн не работает. Ответы на вопросы граждан озвучивались прямо в зале, главой муниципалитета, либо представителями управляющих компаний, заместителями главы администрации и сотрудниками ответственных муниципальных служб. Продолжение следует...